Добрый день! Меня зовут Докина Юлия Сергеевна. Я исполняю обязанности руководителя Степногорского городского управления санитарно-эпидемиологического контроля. Сегодня речь пойдет о эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции и менингококовой инфекции. Эпидемиологическая ситуация по инфекционным и паразитарным заболеваниям у нас в Степногорском регионе остается стабильной. С июля текущего года в городе Степногорске зарегистрировано 27 случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди взрослого и детского населения, три из которых завозны. Всего за прошедшие сутки в Республике Казахстан зарегистрировано 2684 случая заболевания, по Акмолинской области 89 случаев. Наблюдается рост заболеваемостью коронавирусной инфекцией. В 2022 году подъем заболеваемости отмечался с середины января до конца февраля, когда в среднем сутки регистрировалось по 100 случаев заболевания COVID-19. Последний случай был зарегистрирован в марте текущего года. Это заболевание относится к вакциноуправляемым инфекциям. Одной из профилактических мер является вакцинация против COVID-19. В Степногорском регионе на сегодняшний день вакцинированы первым компонентом 33218 человек, вторым компонентом 31065 человек и ревакцинировано 11404 человека. В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача за номером 25 от 23 мая 2022 года началась повторная ревакцинация, которая проводится лицам, получившим первую ревакцинацию с интервалом 6 месяцев после предыдущей профилактической прививки. Вакцинацию можно получить в прививочных кабинетах ТО Виамедис ежедневно с 8 утра до 8 вечера. На сегодняшний день от коронавирусной инфекции имеются такие вакцины, как Казвак, производство Казахстан, Веросель, производство Китай и вакцина Камернати, производство США, Pfizer. Вакцина Камернати предназначена у нас для подростков 12-17 лет, беременных и женщин в период лактации. Также в Республике Казахстан остается нестабильная обстановка по заболеваемости менингококковыми инфекциями, в частности сирозным менингитом. Что такое менингококковая инфекция? Это острое инфекционное заболевание, проявляющееся разнообразными как по характеру, так и по тяжести клиническими проявлениями. От назофарингита, то есть воспаления ротоглотки и простого носительства до генерализованных форм, то есть гнойного менингита, менингоэнцефалита. Возбудителем менингококковой инфекции является не серия менингитис, неустойчива во внешней среде и плохо переносит внешнее воздействие. Менингококковая инфекция передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Возбудитель размножается на слизистой оболочке носоглотки, спинномозговой жидкости, может быть выделен из крови и поражений кожи. Источником инфекции является больной или носитель. Больной наиболее заразен в начале болезни, особенно если когда имеются катаральные явления в носоглотке. Здоровые носители без острых воспалительных явлений носоглотки менее опасны, однако их во много раз превышает. Менингококковая инфекция встречается в любом возрасте, но 70-80 процентов всей заболеваемости приходится на детей в возрасте до 14 лет и особенно на детей в возрасте до 5 лет. Грудные дети первых трех месяцев жизни болеют редко. Восприимчивость к менингококковым невысокая, заражаются 10-15 процентов проконтактировавших, учитывая нестойкость менингококкового внешней среде. Для заражения имеют значение длительность контакта, скученность в помещении. Прослеживается в основном семейная предрасположенность в заболевании менингококковой инфекции. Характерны периодические подъемы заболеваемости через 8-30 лет. Предвестником подъема заболеваемости является увеличение восприимчивой прослойки населения за счет родившихся детей, снижение иммунитета у взрослых и нарастание числа носителей менингококков. Заболевание регистрируется в течение года, но наибольшая активность в зимний-весенний период. Летальность от менингококковой инфекции достаточно высока и зависит от возраста заболевшего. Дети первого года жизни и лица пожилого возраста с сопутствующими заболеваниями болеют тяжелее и умирают чаще. Большое значение в исходе заболевания имеют своевременность диагностики и правильного проведения лечения. Инкубационный период длится от 2 до 10 дней. Течение менингококковой инфекции без лечения тяжелое и длительное, обычно до 4-6 недель и даже до 2-3 месяцев. Нередко болезнь протекает волнообразно с периодами ухудшения или улучшения. Что относится к профилактическим мерам предотвращения менингококковой инфекции? Меры профилактики. Одна из таковых является специфическая профилактика. Сюда относится вакцинация. И также меры неспецифической профилактики. Это укрепление иммунитета, принятие водных процедур, соблюдение режима дня, правильное питание, прогулки на свежем воздухе, частое проветривание помещений. Необходимо лучше всего избегать мест массового скопления людей, чаще мыть руки, избегать переохлаждений. В случае простудных проявлений у взрослых необходимо пользоваться одноразовыми масками. В помещении, где находился больной, необходимо проводить ежедневное проветривание, влажную уборку. В детских учреждениях необходимо перезараживать воздух бактерицидными лампами. Недопустима скучность детей в спальных помещениях. Все лица, общавшиеся с больным в семье, в коллективе в течение 10 дней должны подвергаться медицинскому обследованию, наблюдению на носительство менингококков. И помните, что менингит это очень опасное заболевание с тяжелыми последствиями. У меня все. Спасибо за внимание.